Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, я почти три года живу в Барселоне, у меня здесь ИП, я только что заплатила свои налоги за прошлый квартал, в своем телеграм-канале я подробно рассказывала о том, как ошибся мой хистор, здесь в ютюбе я рассказывала о том, как я в принципе, хистор это бухгалтер по-русски, да, который считает все налоги, я сама не в состоянии их прочитать, потому что я много чего еще не понимаю здесь, не понимаю даже с точки зрения языка, хотя я его учу, у меня уже бы один, но и в целом, все, что касается системы, что считается в расходы, что не считается, как это все значит, НДС, РПФ и так далее, я доверяю все это профессионалам, но, как выясняется, профессионалы не всегда оказываются профессионалами, и вот у меня был один неудачный опыт, у меня сейчас второй, я пока не понимаю, удачный он или нет, потому что нынешний мой бухгалтер при первой же подаче моей квартальной декларации умудрился ошибиться больше, чем на 1000 евро, я должна была, не в мою пользу, да, то есть я должна была по его подсчетам переплатить налоговый больше, чем 1000 евро, я сама заметила эту ошибку, я в телеграм-канале написала, как, я дала все свои подсчеты, расчеты, в общем, переходите, смотрите, читайте, если вам интересно, а сегодня я хочу рассказать о том, почему, несмотря на, знаете, ну в кулуарах понятно, что многие говорят, а зачем работать полностью легально, зачем декларировать все свои доходы, зачем, например, указывать и делать специальную фактуру, да, чек выписывать, если человек просто перечисляет тебе, например, 50 евро за лекцию, зачем ты указываешь, что это лекция, зачем ты платишь с этого налоги, если ты можешь сказать, условно налогово, если она, например, придет, что тебе перечислили за ужин, вы, например, делили счет, и вот тебе человек перечислил, ну, как бы формально, да, формально я, конечно, могу так делать, я какие-то свои доходы могу скрывать, но я сегодня попытаюсь объяснить, почему я этого не делаю, почему все, что я делаю здесь в Испании, вся моя деятельность полностью белая, полностью официальная, я скажу свои выводы об испанской экономике, у меня полтора года уже мое ИП, полтора года я уже бизнес-вумен, и у меня есть некоторые выводы на эту тему. Первый и самый главный вообще вывод, который я сделала за все это время, что здесь потрясающе устроена экономика, что экономика настроена так, что тебе очень выгодно покупать у местных бизнесов, потому что здесь налоги все считаются доходы минус расходы, это как бы такая стандартная, в общем-то, история, но в расходы ты можешь записать, там, не знаю, если у меня, например, сервисио-маркетинг, я делаю рекламу, я снимаю видео, я могу, вот, например, микрофон свой, вот у меня такой микрофон, видите, красивый, я могу записать его в расходы, я могу записать в расходы ИП, например, наушники, которые я купила, потому что они мне реально нужны, я когда монтирую видео, я слушаю, нормально ли все у меня звучит и так далее, но я не могу, например, списать еду, это очень странно, многие говорят о том, что ты можешь списать еду, ты можешь списать какие-то поездки на такси, ну, наверное, но я, короче, этого не делаю. Но это все мелочи. Самое вообще главное, что я могу списать, я могу списать услуги каких-то консультаций, потому что если мне нужны консультации по тем же самым финансам, я единственное, как могу их взять, это легально через фактуру, потому что мне невыгодно взять человека, заплатить ему наличкой, никак это нигде не показать, значит, в своих декларациях, по сути отдать часть своей прибыли этому человеку. Но если я делаю это официально, если я заключаю с ним, ну, вот такой вот договор, да, он мне выставляет фактуру на оплату, я ее оплачиваю, я списываю это в расходы, и мне это выгодно, это дает моему бизнесу развиваться. Опять же, поскольку я блогер, мне довольно часто предлагают бартер. Бартер, например, приходи к нам снимать в студию, и ты будешь снимать бесплатно, ты будешь нашу студию там, например, упоминать, рекламировать, и таким образом, значит, все в плюсе. Но я поняла, что я не в плюсе получаюсь, потому что работая бесплатно, по бартеру, грубо говоря, снимая, я эту сумму не могу учесть себе в расходы, я не могу уменьшить свою налогооблагаемую базу, и при этом я должна буду еще эту студию упоминать и рекламировать. То есть мне это невыгодно получается, мне выгодно заплатить деньги этой студии, за аренду этой студии, списать это в расходы, потому что я в том числе и YouTube-блогер. И после того, как я спешу это в расходы, я уменьшу свою налогооблагаемую базу, я выполню свою работу, и при этом я не буду никому должна никакой рекламы. То же самое с иностранным языком, например. Да, я разобралась. Мне один хистор говорит, что нельзя списать в расходы иностранный язык, второй хистор говорит, что можно, и третье мнение я получила, и оно меня, в общем-то, устраивает. Здесь в Испании часто так, что ты ходишь к нескольким специалистам, они тебе каждый дают свое мнение, ты дальше уже делаешь свой вывод и берешь на себя риск, как ты действуешь в этой ситуации. Потому что, грубо говоря, прям по всем-всем-всем пунктам единого какого-то стандарта нет. Так вот, с иностранным языком можно его списать в расходы или нет? Если это просто иностранный язык, нет. Если там указано, что это бизнес английский, бизнес испанский, то да, тогда можно, потому что я занимаюсь бизнесом, и мне для моего бизнеса, для его развития нужен бизнес испанский. Тогда, окей, я списываю это в расходы, я не просто плачу свои деньги из кармана, из прибыли, грубо говоря, уже за эти курсы. А если у человека есть тоже ИП, и он может мне дать чек, счет, чок, господи, чек и счет, вот, то я могу это списать. Я могу таким образом уменьшить свою налогооблагаемую базу. То есть мне выгодно официально покупать курсы испанского языка по фактуре. Мне выгодно официально по фактуре покупать технику. Мне выгодно официально по фактуре заказывать какие-то консультации. Мне выгодно официально по фактуре даже, например, если я хочу заказать рекламу своего блога или своего продукта, мне выгодно делать это у того блогера, у которого есть аутонома, у которого есть ИП. То же самое, как приходят ко мне многие клиенты, потому что если мы ориентируемся на то, что мы бизнесмены в других странах хотим работать с местными, местные практически всегда работают официально, они не платят наличными. И если у вас есть юрлицо, если у вас есть аутонома, то это 90% гарантии того, что к вам придет какой-то местный бизнес. И это огромный плюс этой экономики, что все крутится внутри. Всем выгодно, всем бизнесам выгодно работать друг с другом, потому что таким образом мы делаем вклад в экономику и сокращаем налогооблагаемую базу. Если говорить о других причинах, помимо того, что это супервыгодно все деньги крутить вокруг, внутри всей этой экономической модели, как я это понимаю? Возможно, есть экономисты здесь, которые скажут мне, что я какие-то глупости говорю. Ну, давайте поспорим в комментариях. Второе. Для меня гиперважно в новой стране соблюдать все правила. Я, например, узнала, что здесь в налоговой есть два типа штрафов. Штрафы для тех, кто сознательно совершает какое-либо укрывательство от налогов, прячет свои деньги. И штрафы для тех, кто сделал это неосознанно, без умысла. Есть умысел, есть без умысла. Так вот, если вы, например, без умысла что-то сделали, ну, то есть фактуру как-то не так оформили, не знаю, забыли там и его неправильно посчитали, это 21% там не так вычли, например, не вовремя подали какой-то счет, ничего страшного. Да, вы нарушили, но, как бы, бывает, мы все люди, и это окей, и это супер плюс вообще Испании, что здесь очень человеческий подход ко многому. Но если вы сделали это по злому умыслу, то есть, условно, мне приходит наличка, мне платят наличными, я кладу эту наличку в карман и никому не показываю. Потом пишу в своих соцсетях, у меня было 10 человек на мастер-классе, а в налоговой показываю, что их было только два, те, которые официально, например, прислали мне оплату. Все остальные оплатили наличкой, я никому не показала. Так вот, налоговая в какой-то момент может проверить, если она видит, а проверяют они действительно тщательно. По крайней мере, у меня очень мало знакомых, кого проверяли, но никто из них счастлив не был. Хотя не у всех были нарушения, но были. Были люди, у которых, конечно, нарушения были. И были люди, которым, например, штраф 7 тысяч евро присудили. Это был фотограф, который как раз так и делал. Ему платили наличными, и он не декларировал это. Он декларировал только те оплаты, которые приходили ему на карты. Так вот, как налоговая проверяет? Она видит, что у вас расписание, например, забито, у вас есть сайт, у вас есть социальные сети, они их тоже смотрят. Понимают, что у вас плотное расписание, у вас такой-то ценник, у вас такие-то часы и так далее. И дальше смотрят по декларации, насколько денег вы задекларировали. И выходит, например, что очень мало. И вот так они к этому фотографу в студию пришли, и оказалось, что его реальный доход гораздо выше, чем декларируемый. И у него был штраф 7 тысяч евро. Я не знаю, о каких суммах речь, сколько он скрыл, но это умысел. И вот моя задача здесь, в Испании, с умыслом не делать ничего плохого. И я следую этому принципу, почему я нанимаю хисторов, например, почему я нанимаю людей, которые профессионально этим занимаются, бухгалтерией всей я имею в виду и юридическими какими-то консультациями в рамках вот этой бухгалтерской деятельности. Потому что я хочу, чтобы если когда-то ко мне придет кто-то из налоговой, я всегда могла сказать, ребята, вот все мои фактуры, вот все мои счета, вот все мои люди, которые приходили даже с наличными, например, ко мне. Для меня это важно для моего спокойствия. Знаете, заплатил налоги и спи спокойно. Я до сих пор помню эту рекламу, она произвела на меня большое впечатление. И для меня это принципиально важный момент. Что еще я поняла? Я поняла, что здесь для того, чтобы иметь возможность взять кредит, взять ипотеку, не бояться зайти в банк, чтобы спросить о каком-то банковском продукте, нужно платить налоги. Для того, чтобы не попадать в поле зрения налоговой, это опять же несколько человек, с которыми я консультировалась, я с несколькими хисторами консультировалась уже с тремя, и с людьми, которые давно ведут бизнес-деятельность здесь в Испании. Для того, чтобы не попадать в поле зрения налоговой, не вызывать вопросы по вот этим проверкам, нужно всего лишь в годовой ренте, а предприниматель в Испании, он сдает каждый квартал декларацию, и плюс еще годовую личную декларацию обязательно нужно сдавать. Так вот, нужно, чтобы тот уровень жизни, который вы заявляете, а там вы показываете в собственности у вас квартира, или вы ее снимаете, у кого вы ее снимаете. Все должно быть официально, когда вы прописываетесь договоры. Все это регистрируется официально, налоговая знает, сколько я плачу за квартиру, налоговая знает, сколько я плачу за школу ребенка, потому что я декларирую ребенка, где он учится и так далее. И, соответственно, если вдруг получается так, что я, например, живу на 3000 евро в месяц по обязательным вот этим расходам, а декларирую только 1000 в месяц, то тут, конечно, вопрос. Понятно, что не с первого года. Первый год ИП, оно там, не знаю, у вас могут быть сбережения, у вас могут быть какие-то инвестиции привлеченные, вы можете только раскачиваться. Но если вы второй год начинаете работать себе в убыток, налоговая просто придет о вас побеспокоиться. Не потому что они сразу думают, что вы что-то скрываете, но может вам на курсы какие-то вас отправить, если вы деньги не можете зарабатывать. Ну и они, конечно, ждут, что вы объясните, а на что весь этот праздник, на что вы живете, если вы ничего не зарабатываете. Так вот, я за этим тоже слежу, чтобы у меня вот этот годовой баланс тоже сходился. Понятно, что от квартала к кварталу заработок разный, от месяца к месяцу заработок разный. Какой-то квартал я, не знаю, прошлый квартал я заработала почти 20 тысяч евро, в этом квартале я заработала только 10 тысяч евро. Посмотрим, какой будет там следующий квартал. Понятно, что эти деньги как-то распределяются, но в целом очень важно, чтобы по году это все было логично, да, что вот деньги, на которые вы живете, вот деньги, которые вы заработали. Для меня это тоже важно, чтобы я не привлекала к себе никакого лишнего внимания. Короче, вот такие вот у меня выводы относительно того, как все устроено здесь, в Испании, с экономикой Вот такие у меня ответы на вопросы, почему я не буду левачить, почему я не буду скрывать свои доходы Почему я не буду, не знаю, ради 50 евро не выписывать фактуры Я для себя приняла решение, что я все делаю официально Не знаю, может быть, вы мне сейчас скажете, что зря я так делаю Потому что у меня правда, я не знаю, вот публично, наверное, никто не скажет Но вот в личном общении много очень людей, которые говорят, да зачем, не надо так делать В общем, зря ты так, не знаю, жизнь покажет, а мы с вами увидимся на следующей неделе Всем пока